Мой коллега Алексей Михайлович Воронцов предположил, что этот слой угольный был счищен с площадки городища, где располагалось поселение ранее, до того, как на ней сооружали укрепления. И сюда он был просто принесен и насыпан, как это было на городище Борисово, которое он исследовал. Исчищенный пожарный слой мощенского времени он обнаружил с чищенным полностью и сброшенным под склон городища. Но сброшенным под склон, не на напольную часть городища, что вполне логично. И менее трудозатратно, и вполне логичный способ ютилизации сгоревшего слоя. Кроме того, одним из аргументов было то, что угольный слой, он и под городнёй прослеживается. Тонкий, совсем счищенный, но прослеживается. Вот он. Но при близком рассмотрении мы видим, что вот этот угольный слой, который под разрушенной городнёй, и угольный слой, который перед ней, это два разные слоя. Между собой они не связаны. И более того, стратеграфически видно, что они разновременные. И вот этот вот самый тонкий угольный слой, который находится под городнёй, это, по моему мнению, слой, вот этот слой тоненький, это слой просушки грунта. Такие моменты, они известны, имеют аналогии в строительстве городищ на территории юго-западной Руси. То есть перед тем, как установить городню, сначала хворостом выкладывался под ней дневная поверхность, поджигался, просушивалось, особенно если сезон был не летний, а осенний или тем более зимний. И потом это счищалось, и сверху устанавливалась городня. Не говоря уже о том, что находок, находок, вот это схема распространения керамики на, собственно, раскопе, находок под городнёй не было. Все находки были обнаружены вот в этом угольном слое, который, собственно, был нами обнаружен. Из чего напрашивается вывод, что данный слой, он образовался не в ходе сгорания конструкции, стоящие непосредственно на этом месте. И не в ходе того, что он был откуда-то перемещен на данное место, а что это следы какой-то, как бы это ни парадоксально звучало, упавшей сверху конструкции, с материала. Как-то, ну, опять же, можно контраргумент выдвинуть, что даже если бы какая-то горящая конструкция упала сверху и продолжала бы гореть на земле, это всё равно бы спровоцировало появление слоя прокала. Но, скажем так, у нас, у археологов, есть такой небольшой психологический пунктик. Мы памятники наши исследуем в летнее время, и поэтому психологически мы представляем, что все события, которые на нём происходили, происходили тоже в летнее время. Но если эта конструкция падает в метровый снег, если это всё происходит зимой, то явно выраженного слоя прокала его не образуется, просто не успеет. Это всё, скажем так, прогорит, земля отогреется, тот, кто отогревал зимние раскопы, не даст мне соврать, кто жёг на нём покрышки или рубероид. И потому я предполагаю, к сожалению, я не могу сейчас уже обсудить этот вопрос с моим учителем Александром Вадимовичем Григорьевым, потому что он скончался, который, собственно, руководил работами на этом поселении. Предполагаю, что укрепления на этом поселении выглядели следующим образом. Стояла городня, забутованная глиной, из рва. Сверху находился либо так называемый консольный заборол. Это так называемый боевой ход. Укрепление, сведения о котором встречаются ещё в летописи, в повести временных лет, датируются 1099 годом. Это конец 11 века, но тем не менее. Ну, сами время упоминания и время бытования – это не одно и то же. Это говорится о событиях, связанных с взятием князем Давыдом Владимира. Цитаты не буду зачитывать. О том, что вот такой вид укрепления, как заборол, он уже существовал в это время. И, в принципе, при реконструкции славянских городищ исследователи, они везде предполагают, что такой конструктивный элемент существовал. Но нигде особо не фиксируются какие-то следы материальной культуры на нём. Находок, следы жизни в этой конструкции. Поэтому я предполагаю, что помимо непосредственно заборола консольного, консоль – это вот выступ в сторону напольную, здесь существовала на этом месте некая дозорная будка, вот так выразимся, в котором существовал какой-то нехитрый отопительный агрегат и нехитрый скарб того самого человека, который сидел и дозор этот осуществлял. Потому что, ну, понятно, если мы предполагаем, что население только что пережило разгром, разумеется, дозорной функцией выполнять надо. И когда всё это загорелось, отсюда это и упало на берму перед городнёй и образовало вот этот вот горелый слой, насыщенный находками. И потом уже городня, когда сгорела, упала сверху, и грунт из неё, скажем так, расползся и образовал вал. Кроме того, предполагаю, наличие некого тына перед рвом, поскольку граница расползшегося грунта из грани, она довольно чёткая. То есть видно, что вот здесь, в этом месте, грунт при расползании уперся в какое-то препятствие, которое его некоторое время удерживало. Возможно, это был вот этот самый тын, который потом оставил вот... Он тоже, скорее всего, загорел, но какое-то время ещё стоял. Оставил вот здесь небольшой тоже угольный слой и вот здесь небольшой слой тлена прослеживался. Тем более, что такие частокольные укрепления на берме городищ славянских, они, в принципе, известны. Ну, единственное, что вот на таких городищах они известны, как Титчиха, Большое Горнальское городище. Там они выполняют функцию фиксации и облицовки псевдоискарпа. То есть специально насыпанной ступеньки. При перестройке городищ насыпалась дополнительная ступенька при углублении вала и укреплялась таким частоколом. Ну, это, скажем так, городища крупные, несколько раз перестраиваемые. И здесь у нас ситуация, конечно, гораздо проще. Поэтому вот без всякого псевдоискарпа просто существовал некий частокол, как дополнительное укрепление. Кроме того, когда мы говорим об укреплении, надо помнить одну вещь, что сооружали эти укрепления людьми, которые долгое время никаких городищ не строили. То есть пришедшие сюда люди, которые видели, как строятся городища и обладали этим знанием, уже умерли. Поколение сменилось и не одно. То есть какие-то аналогии жесткие проводить здесь вряд ли правомерно с классическими славянскими городищами. Кроме того, относительно дозорной будки, дозорные башенки, они известны тоже в юго-западных землях, в западных славянских землях. Но обычно они там, скажем так, сооружаются вне границы городища, где-то поблизости. Здесь ситуация была немного иная. На достаточно высоком участке располагается городище, как вы видите, по горизонтали. То есть обзор с этой замечательной дозорной башенки был очень хороший. И мы переходим к следующему вопросу, который перед нами возник при раскопках. С чем мы, собственно, имеем дело? С въездной группой, въездом на городище или с каким-то старым раскопом? Почему такая проблема возникла? Мы сейчас рассматривали южный борт раскопа. А северный борт, он по своей стратеграфии абсолютно отличается от него. Северный борт раскопа. В северном борту раскопа культурные наполставания практически полностью уничтожены крупным перекопом. Раскоп очевиден. То, что здесь проходили какие-то раскопочные работы когда-то, это явно. Здесь все переотложено. Вырыта хлубокая яма в материке. Начало 20 века, наверное. В принципе, нет ничего удивительного в этом. Но в заполнении этого переотложенного слоя мы не видим того огромного количества материковой глины, которыми были забутованы городни даже в переотложенном состоянии. Это обычный серый лесной суглинок. Ну да, с небольшим пестроцветом. С небольшими включениями вот этого самой материковой глины. И только вот здесь, в верхней части, мы видим выброс материковой глины. Вот из этой ямы. Который был выброшен просто при роте ямы. И обратно засыпан вот в таком виде. То есть, раскоп, если и был, то он располагался на месте какого-то разрыва в укреплениях. То есть, непосредственно городни на этом месте не было, соответственно. В пользу того, что здесь был именно въезд, говорит расположение нашего раскопа. Он находится не по центру, а ближе сбоку. Сбоку вала. В славянских мысовых городищах, скажем, того же Пасулья, аналогии множества, это просто такая самая близкая. В ранних городищах именно, 11, 10 до 13 века, въезды расположены именно сбоку. В боковых частях. Не по центру, а именно в боковых частях. Это придает дополнительные оборонительные свойства. Потому что они, во-первых, приурочены к уже склону городища. И, допустим, при... Скажем так, если какой-то мосток перекинут через ров в одной части, то потом разрыв в городнях и въезд, он уже в другой части. То есть, ходить, конечно, неудобно, но в оборонительном смысле это логично. Ну, это, скажем так, теория. А что же мы увидели на практике? Обратимся к планеграфии. А на планеграфии мы видим следующее. Что да, действительно, раскоп фиксируется старой и в планеграфии, и в стратеграфии. И у нас есть письменные свидетельства о том, что здесь происходили какие-то раскопки. Того же археолога Дорора, который его в 1939 году осмотрел и опросил местное население, что они знают об этом городе. И он пишет, что по свидетельствам местных жителей до революции его будто бы копал священник, местный Павловский, села Павлово. Ну, здесь, опять же, давайте представим себе вот такого исследователя начала XX века, сельского священника, не обязательно священника, который решил раскопать вот этот самый вал. Ну, или, ну, как, опять же, пишет тот же Дорор, курган Кудияра, коих по бассейну лаки множество, городищ имеют в народе такое название. И вот некий кладоискатель решил найти клад этого самого Кудияра. Ну, разумеется, какая логика кладоискателя? Там, где что-то закопано, там проседает грунт. И в этом месте он проводит свои раскопки. А грунт в валу городища проседает именно там, где находится разрыв вот этих вот самых городней, разрыв укреплений. Другими словами, въезд. Другими словами, въезд. Кроме того, в пользу въезда говорит то, что непосредственно в этой части, скажем так, которая, мы предполагаем, как въезд, был обнаружен тот самый горшок при разрезе вала в 2005 году Алексею Михайловичу Воронцову. Понятно, что под укреплениями горшку делать нечего, потому что это, скажем так, не жилые укрепления. И профиль поперечный также показывает, что укрепления прерываются и даже несмотря на то, что дальше они были потревожены уже старым раскопом, не в переотложенном грунте вот этой самой обожженной, обожженной глины, которая маркирует укрепления, их нет. Таким образом, мы имеем вот этот самый угольный слой, о котором мы говорили, который мы атрибутируем как сооружение, упавшее отсюда сверху городни, развал самой городни непосредственно оборонительный и в другом борту небольшой краешек тоже переотложенных сгоревших укреплений и въезд. То есть логично предположить, что вот эта вот смотровая башенка, она находилась вот при въезде, что достаточно удобно. Кроме того, в пользу нахождения здесь укреплений свидетельствует и распространение находок на раскопе. Как мы видим, на том месте, где предположительно мы локализуем городню, никаких находок нет. Логично. Под нежилым укреплением никаких находок и быть не может. Если до этого не существовало здесь никаких поселений или грунт, стищенный с поселения, не был забутован в эту самую городню, как делалось на протяжении многих лет, начиная с античности, стищался с поселения старый слой предыдущий, он обычно в целях экономии просто забивался в эти самые струбы, которые потом представляли себя городни. Ну, вроде бы, так-то разобрались в целом. Но! Момент еще следующий. Здесь находки есть, слой есть, а на площадке городища нет вообще ничего, она голая, там нет следов жизни людей. Мы копали там шурфы, мы собирали подъемный материал, делали зондажи, ничего не нашли. И в раскопе, который частью захватывает площадку городища, находок тоже нет. вот серым цветом, здесь бледно-серым выделены места, где там, ну, один фрагмент, два фрагмента на все это пространство. Основные находки сконцентрированы все вот здесь, вот в этом угольном слое за городнями. Ну, предположили, что, может быть, поселение, оно и было ниже, городище было нежилое, а использовалось только для обороны, а жизнь-то шла за городищем, территории, населищих, так называемом посаде, возможно. Но все окрестные поля мы с Михаилом Борисовичем прошерстили, накопали шурфов, уйму, ничего не нашли, голо, никто не жил. И в свете последних событий, последних исследований возникла еще одна версия. А не связаны ли данные поселения с засечной чертой? Не является ли это пустая площадка свидетельством так называемого земляного городка? Откуда эта версия взялась? Существует такое замечательное городище у села Селиваново, которое долгое время тоже являлось загадкой для исследователей. Крупное городище с хорошим валом, с площадкой, абсолютно пустое. Делались зондажи, слоя нет, копался шурф, слоя нет. Но и грунтный материк не похожий. В позапрошлом году мы с моими коллегами начали шурфовку уже полномасштабную, мы не успели закончить, потом коллеги вернулись уже без нас, закончили этот замечательный шурф. И что он показал? Что два метра представлял из себя насыпной грунт, практически стерильный. На глубине полутора метров был обнаружен развал горшка 17 века, а слой, непосредственно связанный с жизнью этого городища в древности, начинался на глубине около двух с половиной метров. Слой Новоклеменова, слой мощеской культуры, Алексей Михайлович об этом рассказывал. Почему так получилось? Да потому что это самое поселение, это самое городище, оно вторично использовалось уже в 17 веке. Использовалось оно для оборонительных нужд засечной черты. В засечной книге 3638 года вот как раз о нем говорится. Позади села Селиваново полянами до лесного завала сверсту, по конец поляну завалу сделан городок земляной до башни около городка 54 сажения при башне. Вот он был насыпан вал и поднята площадка городища практически вот на два с половиной метра. Исследователи еще середины 20 века такой исследователь засечной черты как Никитин он и городище Снетко тоже связывал с засечной чертой и опирался на то, что да, существовал в этом месте участок Снетской засеки и действительно в описании Снетской засеки идет речь о неком Снетском Острожке. Но Снетский Острожек это другой памятник. Он не Снетский, а Снетский. Ну, суть не в этом, вопрос произношения. Но он располагается в середине засеки где-то в километре от непосредственно городища Снетка. То есть, это не то, не тот памятник археологии. Это другой, речь идет о другом памятнике, о другом Острожке, о другом городище уже 17 века. Ну, это я уже забегаю вперед, об этом будет в своих лекциях рассказывать мои коллеги Андрей Дедук и Игорь Бурцев. Не буду отнимать у них хлеб. Ну, подытожим. Все, нами сказанное. Значит, на настоящий момент времени, в настоящем этапе исследования городище Снетка представляется нам укрепленным славянским поселением, возникшим сразу после супругской катастрофы. Возможно, гипотетически, фактически это не установишь, возникло оно, создали его именно те люди, которые спаслись собственно с городища, супруты бежали с него и создали это поселение. укрепления укрепления в целом укладываются в стандартные укрепления славянских городищ. какие-то отличия быть могут. Во-первых, срочность создания этих самых укреплений. Во-вторых, как я уже говорил, люди, их создававшие довольно долго не одно поколение, прожили вдалеке от метрополии, где классические варианты этих городищ существуют. Поэтому какие-то отличия быть могут. Существовало это городище крайне непродолжительное время. Возможно, оно погибло еще в процессе строительства. Слоя жизни на площадке городища не зафиксирован. Погибло оно не в результате военного вторжения, а в результате самого банального пожара, возможно, в процессе отопительных мероприятий. материал, обнаруженный на слое пожара данного городища совершенно классический раннеславянский. Понятно, что керамики раннекруговой характерны для позднего периода существования славян. Там оказаться и не может, потому что это поселение экстренного характера возникшее сразу после разгрома. И материальная культура измениться еще просто не успела, разумеется, потому что совсем малый период времени прошел. В системе торгового пути данное городище участие не принимало никакого, потому что появилось уже после того, как он перестал функционировать или в момент того, как он переставал еще функционировать. И таким образом вот этот вот самый памятник археологии, он является очень интересным по той простой причине, что он является свидетелем очень тонкого переходного процесса от ранних славянских памятников к поздним славянским памятникам этой волны славянской колонизации. От тех памятников, которые созданы первопереселенцами и которые контролировали торговый путь к уже памятникам создаваемых под влиянием древнерусской культуры. Он пограничный. Это одно из немногих подлинно славянских городищ. Единственное. Потому что городища славянские еще есть подлинно славянскими укреплениями. Та же Тимофеевка, тоже Кетри. Но там уже период более поздний. Это уже к 11 веку Тихотей. Там уже и круговая керамика встречается в большинстве своем. И ранней круговая встречается. Лепну там уже немного. А это именно такое переходное поселение от одного периода к другому периоду. Но опять-таки пока мы исследовали укрепление этого поселения в таком в одном только месте. Возможно в не самом удачном во въезде. Тем более разрушенным еще старым раскопом. Но я считаю, что это было самое удачное выбранное место. Потому что возможно, что если бы мы их резали где-нибудь посередине или в другом месте, мы бы вот этого вот самого остатков обитаемой конструкции могли бы и не обнаружить. Мы просто бы застали развал забутованный глиной городни. Возможно какие-то остатки сгоревшие боевого хода наверху без каких-либо материальных остатков. И датировка и назначение этого городища для нас так бы остались загадкой. Но я полагаю что мы туда еще обязательно вернемся. И обязательно еще раз мы исследуем укрепления но уже в другом месте. Для того чтобы либо подтвердить либо опровергнуть то что мы думаем об этом городе еще сейчас. Дело вправлено на доследование.